МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как следует отдохнуть, а заодно делимся с вами массой чуть более или менее бесполезной, но интересной информации. Ну, а прямо сейчас коротко о том, что ждет вас в этом выпуске. Человек, который смог заглянуть в будущее в рубрике «Кругом наши» Юрий Кондратюк, построивший Каменский элеватор и покоривший Луну. Первая железная дорога в России, где находилась и сколько лошадиных сил было в локомотивах 200 лет назад. Открываем горнолыжный сезон. Какие комплексы открылись, где сегодня лучше подготовлены трассы и что с ценами на прокат и подъемники. Узнаем из полезного знакомства. Сегодня в рубрике «Девять жизней» играем с огнем и осознаем, насколько хрупок этот мир. Осваиваем профессию стеклодова. Есть в камне на обеи Рубцовски улица Юрия Кондратюка. Ну, по всему миру ему поставлены памятники, а на обратной стороне Луны его именем назван кратер. И это тот как раз случай, когда мы просто обязаны знать наших. Юрий Кондратюк – это псевдоним Александра Шаргея, выдающегося инженера. Он родился на Украине, но какое-то время жил и работал на Алтае, строил элеваторы. Про один из которых мы расскажем вам в понедельник. Читал лекции в Бийске, например. Но самое интересное, то, что этот человек смог заглянуть далеко в будущее. Почти за 60 лет до известной американской программы «Аполлон» Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета человека к Луне и высадки на нее. А ведь это было в начале 20 века, когда о космонавтике и полетах за пределы Земли даже никто о представлении не имел. Да, только фантасты об этом писали. И еще более удивителен тот факт, что НАСА смогло реализовать проект «Аполлон» и отправить Нила Армстронга на Луну, основываясь по расчетам на расчетах Кондратюка. Это общеизвестный факт. И в США он включен в галерею международной космической славы. Обратите внимание на чокнутого соседа, как я сейчас обращу, или на коллегу по работе, который рассказывает о телепортации или колонизации других вселенных. Возможно, завтра на их фантазии кто-то посмотрит всерьез и воспользуется их идеями. Ясный день постучал в наш дом, и мы смело по ступенькам жизни вверх идем, чувствуя подъем. Светлый креатив преследует любовь, нас успех и позитив. Простив тех, кто промахнулся вдруг, мы благодарим о город джунглей вслух. Тысячи рук каменные лед скачали, в одном ритме жили мы новый мир создавали. Где-то вдали стиль свой нашли, который превратили мы в городские огни, продолжая идти, дует напутный ветер, создавая настроение при солнечном свете. Пусть будет на душе легко, в семье и на работе все хорошо. Пусть нам поет веселый день, ты музыка любви побежит. А теперь, внимание, загадка. Сколько лошадиных сил было в тягачах, ходивших по первой железной дороге в России? Да, одна лошадинная сила, правильный ответ. Ведь грузы по этой дороге тянули непосредственно лошади. А располагалась первая железная дорога в Зминогорске, и соединяла тогда она рудник и сереброплавильную фабрику. По одной лошадке, что ли ты сказал? Да. Инженер Петр Фролов такую дорогу придумал не сам, он позаимствовал идею у англичанина Уайта, который тот воплотил на одной из каменоломин. Но мало того, что Фролов усовершенствовал ее и сделал более эргономичной, но и перенес ее из-под земли на землю. Таким образом, она стала еще и первой в мире надземной железной дорогой. Кстати, в Зминогорске построили первый в мире железнодорожный мост, так что Алтай, можно сказать, в этом плане дважды попал в историю. А в нашем киноархиве есть редкие кадры запуска еще более современной дороги Южно-Сибирской магистрали. У нас уже лето. Так начинается еще одно письмо с цериной. Мы попросили отправить наше письмо из Барнаула заведующей совхозной лабораторией Валю Кандаурову. Не забыли ее? Между прочим, в Барнауле открыта выставка достижения народного хозяйства Алтая. Вам, наверное, интересно узнать, как живет теперь бывший комендор вашего крейсера Володя Левашов. Он дояр в совхозе Комсомольской. Последователь Ивана Швыдко, который одним из первых у нас пошел работать в животноводство. Теперь и Владимир Левашов, и бывший солдат-фронтовик Иван Швыдко, можно сказать, друзья по оружию. Оба доеры. Левашов и на флоте, и здесь, в передовиках. Судя по белому цвету за окном, на Алтае наступила зима, а значит самое время открывать горнолыжный сезон, где уже можно кататься. И сколько это стоит в новом сезоне? Узнаем у Сергея Кизилова, президента Федерации горнолыжного спорта и сноубординга. Сергей, доброе утро. Доброе. Погода у нас такая, скажем так, неоднозначная сейчас. Снег выпал, растаял, выпал, растаял. Где уже сейчас можно покататься? На Алтае сейчас можно покататься в Барнауле. Все, что касается предгория Алтая, снег выпадал. В Белокурихе, в школе, школа горные лыжи начали тренировки, тоже уже порядка где-то две недели стоят на лыжах. А горнолыжные комплексы пока еще не открыты. То есть, с точки зрения спорта, все функционирует уже активно, а вот покататься обычному люду в Барнауле можно? В Барнауле можно, да. В Барнауле работает одна трасса, трасса номер три. Значит, мы провели уже командой сборной Алтайского края учебно-тренировочный сбор в Барнауле. Вот, подготовку к всероссийским соревнованиям. В Белокурихе также дети и стоят. Значит, школа горные лыжи. Все, что касается комплексов горнолыжных, то они еще пока не функционируют. Ну, вот это досадно все-таки. Погода достаточно теплая. Вот, казалось бы, катайся не хочу, да? А кататься фактически... Вот в Барнауле, да, хорошо? Ну, понимаете, то есть те комплексы, которые, в общем-то, они существуют в крае, они не все имеют систему искусственного сниживания. И тем более сейчас с каждым годом все новое и новое, ноу-хау, да? Вот весной я был в Италии, в Бальцана. То есть там уже как бы идет к тому, что даже не снег делать из воды, а делать лед и маленькими комочками льда засыпать трассы, а потом уже, чтобы с натуральным снегом это перемешивалось. То есть уже такие технологии. То есть как бы как морозильные камеры. Когда у нас на Алтай будет подобное? Ну, у нас пока еще... Давайте купим хотя бы еще парочку пушек, наверное, да, на Алтай. Те комплексы, которые... Ну, Белокуриха, вот сейчас, конечно, там тепло. То есть и та система искусственного сниживания, которая была построена 10 лет назад, ну, естественно, она немного устарела уже, скажем. То есть уже нужны более современные пушки, которые при минус 2-3 градуса могут делать снег. А та система, которая существует на сегодняшний день в Белокурихе, при минус 9-10 градусах может делать снег. Ну, народ уже тянется на склоны. Вот вам звонят, говорят, ну, где можно покататься? Или это все я надумал, мне хочется, и поэтому мне кажется, что все хотят? Ну, почему 28 октября горнолыжный комплекс «Авальдман» открыл свои двери, в общем-то, для горожан. Кто-то даже с Новосибирска, у нас даже детей привезли из Кузбасса, с Новосибирска индивидуально детей спортсменов покататься, потому что ни на Кузбассе, я имею в виду, ни в Новокузнецке, ни в Новосибирске еще склоны не работали. И вот 4-5-го в Новосибирске на Ине открылся комплекс. Так что у нас сейчас в субботу-воскресенье открываются еще две трассы, то есть будет полноценно три трассы. Это про Барна. Что касается по краю, новые трассы, новые горнолыжные комплексы, все-таки маловато у нас. Ну, понятно, что... Ну, у нас не шире геш, не шире геш. Но тем не менее, хочется, чтобы было... Комплексы, конечно, идут на удорожание. Те комплексы, которые современные, должны иметь систему искусственного оснеживания. То есть, в общем-то, каждый уважающий себя комплекс горнолыжный должен иметь систему искусственного оснеживания. Потому что зимы разные, и чтобы бизнес не страдал, естественно, нужно иметь систему искусственного оснеживания. То есть, которая позволит встать вот в этом году, наверное, рекорд, чтобы в октябре месяце встали на лыжи. И все-таки будут открываться новые? Ну, сейчас, насколько я знаю, пытаются, вырубили там трассу, готовят. Валамбай, это Заринский район. То есть, планируется еще вот в крае, скажем, еще одно место, где можно будет покататься. Это, в общем, то место, где можно кататься практически до мая месяца тоже. Как и в Шерегеше. Отлично. Хочется, чтобы открылось. Очень коротко. Я понимаю, что это не впрямую зависит от вас и вообще, в принципе, но вы наверняка знаете, в этом году стоимость проката оборудования, стоимость подъемников в Алтайском крае, она останется на уровне предыдущего года? Да, сейчас уже все равно, в общем-то, все сайты открыты, смотрим, анализируем, где и в регионе детей отправляют на сборы. В общем-то, цены остались на прежнем. Спасибо. А в начале сезона горных лыж и сноубординга мы говорили с Сергеем Кизиловым, президентом Федерации этих видов спорта. Когда возникает необходимость лечения в стационаре, то застрахованный должен понимать, что помимо необходимости существует определенный порядок направления в стационар. Врач из поликлиники направляет больного туда, в ту медицинскую организацию, которая закреплена за поликлиникой, согласовывая срок и дату госпитализации с заведующим отделением. Срок ожидания плановой госпитализации составляет 30 рабочих дней. В случае, если эти сроки нарушаются, можно информировать страховую компанию, и она способствует госпитализации, необходимой для застрахованного срока. Самое время запланировать поездку на какой-нибудь горнолыжный склон. Снега навалило прилично, так что катать, не перекатать, благо выбора мест для катания на Алтае велик. Но ни одними лыжами, знаете ли, и сноубордами живет Алтай. Прямо сейчас поделимся планами на ближайший уикенд. А начнем мы с квеста «Дорогами бессмертного полка». Он запланирован на 12 ноября. Кстати, интереснейшая будет штука. Поверю на слово. Это такая современная зорница, которая предполагает выполнение задач на ум, творческие и спортивные способности. Ну а тематика, сами, наверное, догадываетесь, память о Великой Отечественной войне. По пути можно отметить Синечкин день в Государственном художественном музее и узнать, как и зачем делают кормушки, что ты смеешься. И, между прочим, Синечки еще предсказывают погоду. Да, и мера длины. А на следующий день, в воскресенье, запланируйте посетить фестиваль путешественников, который пройдет на культурной площадке ЛОВ-24. Известные путешественники поделятся с вами информацией о том, как спланировать свое путешествие. А прямо сейчас мы поделимся секретами ремесла стеклодува. Илюша у нас сегодня не только хрупкий, но и горячий. Сегодня мы с вами поиграем с огнем и со стеклом. И постараемся научиться хотя бы основным принципам того, как из этого волшебного материала делать еще более волшебные вещи. Знакомство со стеклом начинается с работы на элементарной горелке. Нужны какие-то заготовки, да, определенные? У меня в качестве заготовок используются трубочки разного диаметра. Что мы сегодня будем делать? Я так понимаю, полностью работу ты мне не доверишь, потому что учиться этому не за 5 минут, да? Научиться работать, какие-то элементарные операции делать можно где-то годика за два. Если есть, давай попробуем. Ну, я могу предложить, что давай попробуем, Илья, сделать ныне так популярные. Арома кувшин. Берешь вот так за трубку, вращаешь ее на себя или от себя, держишь все время вот в этой области пламени. Один из основных принципов, которому надо обязательно научиться, это синхронно, абсолютно синхронно вращать заготовки. Вот, пожалуй, это едва ли не сложнее, чем перестать бояться открытого огня. Итак, разогреваем стекло в огне, а все манипуляции проводим вне огня. Я не знаю, что это у меня получается, но это очень увлекательно. Сейчас нужно нагревать всю пульку, сделать в ней небольшое оттужение. Ну, сначала выровнять, чтобы она была холостной. Это делается вот здесь, нагревая. Все-таки с первого раза все абсолютно самому делать крайне сложно. Вот это то самое ремесло, где навык, это, видимо, король. Поговорю, где? Такого провала, честно говоря, у меня еще не было. Практически все здесь сделано не моими руками. Мне мастер же тоже помогал, когда я учился. Я бы этого ничего не умел. Ну, вы знаете, захотелось заниматься этим еще больше и прийти сюда еще не раз. Пожалуйста. Сейчас расскажем вам про мероприятие, от которого давишься слюной, и у тебя начинает сосать под ложечкой. Это тот случай, когда задаешься вопросом, ну почему, ну почему я не спортсмен? И отвечаешь, да какие твои годы, разрабатываешь желудок, разминаешь руки, вот в этот спорт, Юрочка, никогда не поздно войти. Говорим мы о спортивном пельменинге, бродившемся и укоренившемся в Бийске. Очередные соревнования по этому уникальному виду спорта намечены на ближайшую субботу. И чтобы вы понимали, как в любом серьезном спорте, там несколько дисциплин. И на скорость, и на скорость лепки, и на скорость поедания, и на лепку самых маленьких пельменей выберу, пожалуй, скорость поедания. В этом я профессионал, и тут особого навыка не нужно. Нужно переходить к тренировкам. Так, давай так, прежде чем съесть пельмени, нужно их слепить. О том, как проходят тренировки этих необычных спортсменов, расскажет рубрика «Еда рядом». Я сейчас расскажу, что это интересно, Юра. В России пельмени любят лепить, конечно же, есть, соревноваться в искусстве лепки, поедать их на скорость, предлагать оригинальные рецепты. Для пельменных умельцев придумано немало фестивалей и состязаний. Но именно в Бийске предложили создать вокруг пельменей целое спортивное движение. Разработали соревнования, правила, требования к участникам и объявили. На старт, внимание, марш! Получился кубок по спортивному пельменингу, который подарил миру своих первых пельменных рекордсменов. Ну что, девушки, как ваш боевой настрой? Отлично! Мы готовы к победе. Тогда давайте вашу боевую речевку. Соломонов лучше всех нас сопутствует успех! Ну что, тогда давайте поставим новый рекорд. Мы будем стараться. Тренировались, учились. И ювелирную лепку, и всякие пельмени, и рыбки. Мы все старались. Недели две мы тренировались, это точно. Но у нас нет столько времени сидеть. У нас же еще и основная работа своя. Поэтому столько времени нет сидеть, тренироваться. Выберем время 10-15 минут. Потренировались. То девочки заняты, то я занята. Поэтому так вот быстро все, потихонечку, потихонечку. Следите за руками. Это самые быстрые лепщицы в командном и личном соревновании. Их результат 100 пельменей за 8,5 минут. Вообще на тренировках результаты были и лучше, но на соревнованиях вроде как разволновались. И все равно они оказались впереди всех. Сегодня мы дадим им еще одну возможность доказать, что можно гораздо лучше. Я могу раскатывать пельмени по 4, по 4 сочек. Могу по 8 в ряд поставить. Их скорость увеличивается. Берег тесто должно быть хорошее, эластичное, мягкое. Соотношение фарша теста будет. Рядом, чтобы были те работники, которые тоже так же быстро. Новый рекорд 100 пельменей за 7 минут и 13 секунд. Этим утром желаем, чтобы вы берегли свои пельмешки, и чтобы они не слипнутся. Да не слипнутся, не слипнутся. Мы их хорошенько подморозим, благо в Сибири живем. Говорят, погода будет морозная скоро. С вами было Утро по-домашнему. Готовьтесь прилипнуть к экрану в понедельник. И в то же время, на том же месте, мы будем здесь. Увидимся. С новостями на этот день в студии Василий Морозов. Здравствуйте. Школа капремонта сегодня продолжит работу в Алтайском крае. Жители региона смогут узнать, когда очередь дойдет до их дома, кто будет заниматься ремонтом и что делать, если работы выполнены некачественно. Сейчас в крае работает горячая линия, а специалисты регионального оператора капремонта ведут личные приемы. Более 250 жителей края получили статус банкротов всего за год действия соответствующего закона. Хотя потенциально их гораздо больше. Как пишет Регнум, общая сумма задолженности по кредитам в регионе снизилась на 5%. Вместе с тем, общее число потенциальных банкротов в России с июня начало увеличиваться. В Национальном бюро кредитных историй отмечают, что хуже всего ситуация в Новгородской, Курской, Белогородской, Владимирской областях и Республике Алтай. Новый наземный пешеходный переход через железнодорожные пути откроют сегодня в Алтайском крае. Он размещается на остановке Новозудилова. Переход связал две части поселка Зудилова. Жители теперь могут безопасно пересекать железную дорогу. Переход освещен, оснащен автоматической звуковой и световой сигнализацией. Светофоры и динамики подают сигналы о приближении поезда. Алтайские продукты снова вошли в 100 лучших товаров России. Звание лауреата программы в этом году завоевала компания «Алтайский бройлер», а также подтвердила статус золотого бренда «Алтая». Какие критерии качества продукции важны для самого победителя в нашем сюжете? Все продукты получили звание лауреат. Самую высшую оценку этого конкурса. Уже в седьмой раз «Алтайский бройлер» подтверждает качество и безопасность продукции и становится лауреатом конкурса «Лучший алтайский товар года». А также высшие награды оценили работу предприятия «Уровень качества продукции» эксперты конкурса федеральной программы «100 лучших товаров России». Начиная от производства кормов и заканчивая выходом продукции конечному потребителю, отгрузкой ее со склада, каждый этап контролируется. Контролируется качество и безопасность входящих кормов на комбикормовый завод, то есть это микробиология и питательные показатели. От того, что ест цыпленок, зависит качество мяса птицы. Поэтому на алтайском бройлере производят сбалансированные комбикорма, насыщенные витаминами и микроэлементами. Цыплята высокопродуктивной бройлерной породы быстро набирают вес благодаря питательным кормам, комфортным условиям содержания и заботе птицеводов. Процессы производства и хранения продукции сертифицированы по стандарту ИСО, что еще раз подтверждает безопасность мясной продукции. Только проведение непрерывной системной работы над качеством позволяет производить продукцию полезную и безопасную для здоровья. 24 лыжные базы, 30 хоккейных коробок и 20 катков будут работать в Барнауле этой зимой. Они предоставят в прокат 2000 коньков и 3500 лыж. Прокат будет стоить, как и в прошлом году, от 50 до 300 рублей за пару лыж и до 150 за коньки. В этом сезоне в Барнауле планируют залить новые катки. Один из них на нулевом километре. Сейчас уже можно покататься на базах Авальман и Динамо. Самое время утеплиться и обновить гардероб. В Барнауле продолжает работу ярмарка демисезонной и зимней верхней одежды. Большой выбор и при этом более чем доступные цены. Все по 3500 рублей. Мужская и женская одежда на любой вкус, размер и возраст. Демисезонные и зимние куртки и ветровки. Кожаные изделия, пальто и модные пуховики. Мех искусственный и натуральный. Более 2000 моделей самых разных фасонов, размеров, расцветок. И покрасоваться можно и от стужи с ветром защитит. Опытные продавцы-консультанты помогут вам подобрать оптимальный вариант. В том числе с различным наполнителем, пухом, пером, синтепоном или современным тинсулейтом. И кстати, наряду с правилом «Всё по 3500» действует дополнительная система скидок. Вы не уйдете без покупки, а возможно еще вернетесь. И торопитесь, срок работы ярмарки ограничен. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!